При вакуумной формовке пробных и тренировочных культиприемных гильз положительный результат зависит от целого ряда факторов. Давайте рассмотрим их шаг за шагом. Сначала удаляем стикер, затем протираем пластину для вакуумной формовки изопропиловым спиртом и закрепляем ее в вакуумной формовочной раме. Помещаем в термошкаф. Обратите внимание на рекомендации по температурному режиму. Они зависят от типа вашего термошкафа. В нашем случае мы работаем с термошкафом с инфракрасным излучением. Здесь подходящая температура для формовки термалина от 160 до 170 градусов по Цельсию. Время нахождения в термошкафу зависит от толщины листа. Мы пользуемся правилом примерно по одной минуте на каждый миллиметр толщины листа. В нашем случае толщина листа 12 миллиметров. Таким образом, нахождение в термошкафу займет примерно 12 минут. За это время мы успеем подготовить гипсовый слепок для процесса вакуумной формовки. Мой помощник натягивает разделительный чулок на гипсовый слепок. Если необходимо, добавляем еще гипсового антиадгезива. Это то место, куда мы вскоре вставим закладную под клапан. Итак, проделываем отверстие в гипсовом слепке и затем прикручиваем пластиковую закладную. Естественно, все работы должны проводиться в профессиональных термоперчатках. Еще немного, и процесс вакуумной формовки будет закончен. Второе правило, которое применяется для определения нужной степени расплавления термолина. Глубина, на которую провис пластик, должна составлять около двух третей высоты гипсового слепка, на которую ее формуют. Центр листа размещаем по центру гипсового слепка. Следующая задача одновременно справиться с двумя приемами. Мы формуем и придаем форму с максимально равномерной толщиной стенки, избегая появления неровностей и складок. Теперь выключаем вакуум. Сформованная культиприемная гильза должна остыть. Распространенная ошибка – желание ускорить процесс, когда начинают обдувать ее ледяным воздухом, или сэкономить время, отключая вакуум слишком рано. Мы не рекомендуем вам пользоваться такими приемами, так как это может негативно сказаться на качестве культиприемной гильзы. Поэтому запасаемся терпением. После того, как материал остыл, вырезаем культиприемную гильзу. Будьте аккуратны. Материал чувствителен к высоким температурам, и его можно легко деформировать во время резки, если долго задерживаться на одном месте. Теперь снимаем культиприемную гильзу с гипсового слепка. Осторожно, чтобы не повредить ни саму гильзу, ни гипсовый слепок. После того, как сняли винт, можно использовать в качестве вспомогательного инструмента лебедку. Теперь подходим к процессу шлифовки. Сначала стачиваем пластик до закладной, затем обрабатываем края. Начинаем с полировки на грубом барабане, затем на более мелкой шлифовальной машине. Завершаем с помощью полировочного диска. Чтобы получить действительно гладкие края, используем силиконовый конус и фен с горячим воздухом. Здесь обратите внимание, что тепло может деформировать материал, если воздействовать им слишком долго на одно и то же место. И никогда не используйте растворители и разбавители. Они сокращают срок службы культиприемной гильзы. Аналогично действуем при изготовлении постоянной культиприемной гильзы. Но для того, чтобы получить оптимальный результат, необходимо учесть несколько других моментов. Смотрите об этом во второй части нашего видео.